Итак, вторая партия... Скандинавка. Что-то у меня соединение подводит. Сейчас загорелось красным, правда уже стало жёлтым. Вторая партия... Неплохую партию выиграл. Ну, в каком смысле? Мат красивый нашёл вот этот, а партия... Партия ужасная. Потому что... Он же и не пытался её выиграть. Почему тебе нравится скандинавка за чёрных? Мне не нравится скандинавка за чёрных. Зачем ты её играешь? Тут надо разнообразить рацион. Надо играть то, что не нравится периодически. Почему бы не сыграть на Е4 и Е5? Ну, потому что латвийский гамбит... Дело даже не в том, что он мне не нравится. Дело в том, что он проигрывает. Нет, можно же пойти, допустим, на Е4. Е4, Е5, там на конь Ф3 можно пойти конь С6. Можно. А только потом задвинуть Ф5. Нет, не задвигай Ф5. Можно всё сделать. Вообще, если полностью забыть о возможности Ф5, как тебе такой вариант? Нет, это... Не буду говорить, что. Почему? Это же... Ну, гениально, по-моему. Скрываешь линию, даёшь мат. Ну, это же всё геонично. Ну, вот очень интересная позиция тоже у нас получилась. Но у меня, конечно, хуже, как обычно. Ферзь Б4. Что? Ферзь Б4. Ну, это же ужасно. То есть... После А3, по-моему, даже отходить некуда им. Вообще. В принципе. Ну, мало того, что это просто сам по себе ужасный ход. Это ещё и зевок Ферзя, ведь. Ну, хорошо. Ферзь Д7. Ферзь Д7, да. Это то, что я хотел сделать, но... Там есть некоторые проблемки, потому что он рахирует и хочет на С6 забрать, а потом забрать на Е5. Вот, знаешь, Никит, многие зрители задавали вопрос. Мне такой. Почему вы никогда ничего не жертвуете? Как не жертвуете? Вот в прошлой парте мы пожертвовали короля. Неужели это мало? Это очень мало. Так, а куда пошёл конь? Вот соперник, кажется, в твоём стиле пытается набросить. Собственно. Видишь, уже там ничего страшного, но в какой-то момент может оказаться страшно. Ну, рахируем, да? Наверное, в короткую сторону. В короткую. Потому что, если я в длинную, то мы сильно рисковали получить мат. Ну, так в этом-то и дельно. Шах. Ну, мы уже получили мат в предыдущей парте. Ты что? Ну, уже ли тебе этого мало? Ты хочешь сказать, что ты сдался? Я не сдался, я получил именно мат. Нужно обострять игру. Ты видишь, она опять хочет поменять ферзей. Ну, если поменять ферзей, то я останусь без коня, поэтому придётся уходить. Несмотря на всю мою любовь к отменам ферзей. Брожий конь саж 5 не уйдёт. Как-то уйдёт на F5. Ну, уйдёт с большими материальными потерями. С одной лишней пешкой у белых. Это не большие материальные потери. Получше у белых, вообще-то. Эта фигура поактивнее смотрится. Так, тем временем, Александр Городович опубликовал очередную запись о решении сложной тактики на нашу группу. Почему это... И это снова та же самая позиция, что была у нас? Да, он опять подсмотрел, а опять не смог её решить. Это было бы забавно. Так, почему это... У нас тут, кстати, очень любопытная ситуация. Смотри, все фигуры в центре как-то висят. Весь центр занят полностью. Да, и у вас мало времени. Ну, а у обоих мало времени. Почему мы сейчас, как-то нельзя добавлять времени? Ты думаешь, наш соперник нам добавил бы время? Я бы добавил время. Ты бы добавил, а наш соперник нет. Так, мы не поймаем, кто-то коня. Россия, седра, душа. Так, а всё, что ты попался? Куда уходить, коню. Ну, правда, у нас тоже слон на G6 в своеобразном положении, что вы тут говорите. Ну, мы больше забираем, нет? Ну, мы сейчас должны тут забрать. Чтобы не получить мат. И вот сейчас у меня две фигуры под боем снова. То есть, это несколько вилок подряд получилось. Пересчитал. Да не пересчитал, он просто вообще, в принципе, израно это всё пошёл. Даже счёта не было. Качественный реванш. Я называю это качественным реваншем. Абсолютно ужасная партия, как и предыдущий. Ну, к тому же ещё никто не сдался, ты не заметил. Нет, мы снесём флаг. И Ферс-8 давай, гениально. Нет, Ферс-8, почему не пойду? Как-то напали на пешку. И на размен Ферс-7. А какая разница? И вот теперь... Вот теперь, да. Может быть, Кора какая-бай-бай? Нет, конечно, байбы не будет. Ну, всё, слона куда-нибудь. У-1, у-2, у-2, у-1, у-8, и дали мат. Зачем ты взял не проходит? А чё дать мат? 100, да, всё, закончили. Так, реванш состоялся, третья партия. Продолжаем.